— Здравствуйте! — Настя! — Нас сегодня... — Мало. — Мы обессашили. — Да, обессашили. — У нас сегодня орлов лес. — Да. Нас мало, но мы в тельняшке. — Да, Сашка нас кинул. — Сегодня же день ВДВ. — Сегодня день ВДВ. — Ну, почти, он завтра, на самом деле, но сегодня праздновать будет. — Подожди-ка, а он совпадает с каким-то церковным праздником всегда. А Алиин день ещё. — Да, Алиин день сам, Петров. — Надо поздравить. — А, Алиин день, да. — Был ли Илья офицером ВДВ? — Я думаю, вряд ли. — Вряд ли думаешь? — Да. — Тогда другой вопрос. — Верят ли офицеры ВДВ в святого Илью? — Я думаю, многие, да. — Многие, да. — Тогда будем за офицеров ВДВ. — Однозначно. — За их веру. — У меня много друзей там. — Ребята, за тех, кто в небе, в море, на губе и в роддоме. — Да. — Да. Здоровья вам и так далее. — Сегодня... — Да, сегодня. — Так как мы планировали записать, мы обещали людям записать наш этот спецпроект. — Медицинский. — Медицинский. — В котором Сашка, кстати, всё равно, он бы вряд ли в этом принимал участие. — Но он душевно с нами, или духовно. — Ну, он душевно с нами, но ему эта тема вряд ли интересна была. — Это не важно. — Да, не важно. — Это не важно. Просто так получилось, что мы сегодня такой небольшой бекар сделали, вернулись на полтона назад. — Да. — То есть к тому, с чего мы когда-то начинали. — Да. — Мы начинали когда-то именно вдвоём, и начинали всякие вот эти вот занудные темы. — Медицинские. — Всякие медицинские, околомедицинские, хулиганские и так далее. — Нас ругали, и сегодня, наверное, будут. — Ой, я так люблю, когда нас ругают, что это хвалят, это же так скучно. — А нас хвалят? — Ну, иногда бывает. — Бывает? — Бывает, да. Пишут люди что-то. — Ты обещал людям раскрыть несколько тайн. Во-первых, ты что-то там говорил про человека и его какую-то квантовую составляющую. — Да, да, да. — Две темы. — И вторая тема — ты обещал рассказать, почему нет гравитации. С чего начнём? — Да. Начнём мы с самого лёгкого, почему нет гравитации. — Давай. — Это, собственно говоря, не мне об этом говорить, потому что я не физик, но я просто… — Изучал немного квантов. — Да ничего я не изучал, я просто читал очень много литературы о квантовой медицине, написанной в расчёте на домохозяек. — Ну, ты же занимался квантовой медициной. — Ну, конечно. И так просто пришлось какие-то азы попытаться понять. Конечно, понял я мало чего, но говоря о гравитации, чтобы уже быстро сказать об этом и не возвращаться к этому. Дело в том, что мы привыкли думать, что есть некая сила притяжения. — Да. — Её не существует, есть искривление пространства. То есть планеты, звёзды, галактики — все вращаются вокруг друга не потому, что притягивают друг друга, а потому что тела, обладающие массой, искривляют пространство. Тела, естественно, с маленькой массой искривляют пространство чуть-чуть, Тела с большой массой искривляют его сильно, а тела с огромной массой искривляют его очень сильно. То есть, слон искривляет больше, чем заяц? Совершенно верно. Это напоминает такую ситуацию. Вот есть, например, гамак. Давай представим себе, что мы натянули даже не гамак, а батут. Потому что батут – это гамак, натянутый горизонтально сильно. Вот представь себе, что мы взяли и положили в центр батута чугунное ядро. Мы видим, как батут что делает? Прогибает. Вот точно так же, скажем, звезда искривляет пространство. Под весом, в кавычках, звезды, под воздействием ее массы, пространство искривляется, прогибается, провисает. Теперь давай мысленно пустим вокруг этого чугунного шара бильярдный шар. Причем поставим такое условие, чтобы он не падал к этому шару. Значит, бильярдный шар тоже искривляет пространство, но искривляет гораздо меньше, чем чугунный шар. И он вынужден поэтому вращаться вокруг более тяжелого тела. Чтобы не упасть туда, он вынужден бегать вокруг этого шара с определенной скоростью. Если скорость будет слишком высокой, бильярдный шарик вылетит вообще из батута. Если будет слишком маленький, он скатится к этому шару. Поэтому для того, чтобы удержаться около чугунного ядра, бильярдный шарик обязан вращаться вокруг ядра по прогнувшемуся батуту с определенной скоростью. Вот вся суть гравитации. — Ты не боишься, что мы тут впадаем в лженауку? — Понимаешь, я-то впасть никуда не могу, потому что я не ученый. Я просто за что купил, за то продаю. Я просто прочел, что по последним исследованиям физиков, астрономов и других людей, которые гораздо умнее меня, и имеют отношение к науке. Ну, как они утверждают. — Ну, предположим, можно читать Задорного, который ссылается на Даргункина, и то же самое говорить про русский язык, и они тоже ссылаются на ученых. — Так мы все это и делаем. — Одни просто читают одних, другие другие. — Совершенно верно. Мы же все это и делаем. — А правда не существует. — Никто же из нас не ставил личный эксперимент, который подтверждает, что дважды два равно четырем. Мы поверили в школе людям... — Архимеду. — Ну, Архимеду, Архимеду, да? Значит, мы поверили в школе людям, которые написали учебники, да? И написали в учебниках, что дважды два — четыре. Ни ты это не проверял, ни я не проверял. Мы поверили. — В свое время в учебниках писали, что советская власть самая справедливая, она победит скоро весь мир. — Есть люди, которые в это верят, да? То есть, на самом деле, любое знание в этом смысле выступает как вера разума. — Да. — Да? А любая вера выступает как знание сердца. Вот ты сердцем знаешь, что Бог есть, это называется верой. — Ну да. — Точно так же, скажем, ты веришь умом, ты веришь Эвклиду. Вот, значит, ты веришь в то, что существует 23 аксиомы, на которых держится Эвклидова геометрия. А на самом деле, как устроен мир, мы никогда не узнаем. Вот, собственно, мы начали разговор, да? Мы закончили с гравитацией, наверное, да? Потому что больше ничего не говорим. — Да, если говорить о вере, то верить можно как-то, грубо говоря… — Во что угодно. — Ну да. — Абсолютно. — В Пифагору еще можно верить, потому что у него вся наука построена на вере, скорее всего, да? Но как-то Эвклиду уже все-таки хотелось бы доказательства. Так доказательства-то все отталкиваются от начальной посылки, а начальная посылка всегда является допущением. Чьим-то проверить ее мы не можем. Мы можем поверить тому, кто это сказал. — То есть все является теоремой, а аксиомы ничего не являются? — Мы называем что-то аксиомами для удобства жизни. На самом деле, ничто не является аксиомом. — Все равно любую аксиому можно спорить. — Естественно, если есть желание. Просто для того, чтобы спорить аксиомы Эвклида, надо было бы поговорить с Эвклидом. Мы сейчас лишены этой возможности. — Чертовски тяжело. — Ну, нет. Может быть, когда мы умрем, мы сможем поговорить, я не знаю. — Но это, смотри, опять же, отталкивается от веры. — Смотря кто. — Да. — Куда-то вы веры отталкиваться. — Да. Короче, вот продолжая разговор. Мы закончили с гравитацией. — Да-да-да, бог с ней. — Я больше еще не скажу. — Бог с ней. — Ага. — Теперь, что касается квантовой медицины, так называемой. — Ну, я прежде всего должен сказать, что разговор пойдет сегодня не о квантовой медицине, а о личной трагедии врача. Вот я имею в виду себя. — То есть ты будешь плакать? — Да. Я сегодня пришел рассказать о своей глубокой личной трагедии. Трагедия эта называется «Крах устоев медицины». Вот смотри, я закончил медицинский институт в 1977 году. И в 1978 года начал работать доктором. Ты знаешь эту больницу? — Конечно. — Седьмой больнице города Свердловска. — Я ее вообще все знают. — Да. Я начал работать врачом-инфекционистом. Больница стояла на отшибе города. Ехал туда всего один автобус, 28-й. Добраться было невозможно, потому что в окружении больницы стояли бараки, которые тонули в море канализации и нечистот. Собственно, один из подвигов Ельцина — это то, что он застроил так называемый пионерский поселок нормальными домами. Ну, как нормальными? Панельными домами. Все эти бараки снес, хоть какую-то канализацию там сделали, и хоть какой-то вид этот район принял. — В таком случае второй подвиг Черненского и Русселя, который там вообще отстроили шикарный район, провожили огромные широчащие дороги. — Ну вот видишь, да. — Я недавно там был, просто там вот проспекты, проспекты. — Верил, уже это не был, верил. А когда я там начинал работать, там было море бараков и нечистот, среди которых стояла огромная современная седьмая больница. Доехать было невозможно, уехать было невозможно, в общем, все дела. Короче, я стал работать там врачом-инфекционистом, и поскольку врачей было мало, никто туда работать не шел. Меня вызвал главный врач и говорит, слушай, вот есть ставка проктолога, а проктолога у нас нет. Ты все равно делаешь ракторомоноскопию, как инфекционист. Давай ты будешь еще и проктологом на полставки. — Будешь пальцем простату трекать. — Почему? Нет, поднимочку. Пальцем простату уролог, ты все перепутал. Проктолог — это человек, для которого весь мир умещается в прямой кишке. — Это я знаю. — Ну и все. Таким образом я стал работать еще и проктологом. Поскольку я был мальчик всегда с фантазией, бурно развитой, я очень быстро разочаровался в том, что мне приходится делать. То есть приходит человек с жидким стулом. Во-первых, совершенно невозможно понять, что у него, потому что тогда средства диагностики заключались только в руках врача, его интуиции и в баканализе. Ждать баканализа надо неделю. Даже в лучшем случае достоверность его составляла 70%. А диагноз надо ставить сейчас. — За неделю загнуться может. — Совершенно верно. Иди пойми, что у человека — дизентерия или это гастроэнтерит обычный, или у него несварение желудка, или какое-то привлечение хронического недуга. — Холера. — Или холера, например, вдруг, не дай бог. Потому что стертые формы холеры очень похожи на гастроэнтерит. Ничего нельзя понять. Расчет на свою интуицию. Поэтому мы старались таких больных всегда упрятать в инфекционную больницу. Естественно, люди отказывались. И лечились все по одной схеме — левомицетин и фталозол. Сейчас, конечно, другие антибиотики, более сильные. Но сущность-то одна. Ты даешь всем людям одни и те же лекарства. Потому что так написано в приказе Минздрава Российской Федерации. Как сейчас помню, приказ номер 840. Как лечить больных дизентерией. Сейчас, конечно, другой приказ. Много лет прошло. Но тогда был 840 приказ Минздрава Российской Федерации. И, понимаешь, толстый человек, худой, еврей, татарин, индеец. Не знаю, там, кто он, да? Все его индивидуальные особенности. Подлец он не подлец. Бандиты ли гений. Все равно ли вам мицетин и фталозол. И вот, понимаешь, значит, просто, так сказать, вдумайся, да? Что вот ты сидишь и всем людям, у которых ты подозреваешь определенное заболевание, ты назначаешь одно и то же лечение. Причем ты видишь, что оно кому-то помогает, кому-то не помогает, а кому-то делает еще хуже. И ты начинаешь задумываться о том вообще, что вообще происходит, да? И вот тогда, в 78-м году, значит, книжек научно-популярных по квантовой физике было очень мало. Но какие были, я стал покупать и, значит, читать. Да, то есть пытаются, так сказать, понять, как устроен мир и как устроен человек. То есть, погоди, ты начал именно с книжек о квантовой медицине, не с китайской медицины? Не по квантовой медицине, по квантовой физике. Квантовая медицина – это общий термин, который не признает никто. Ну, понятно. Ну, то есть ты начал именно с квантовой физики. Начал с квантовой физики, потому что… Не китайской медицины, нет? Нет. То есть меридианность, что ли, это позже пришло? Это позже пришло. Понятно. Я сначала стал читать эти книжки, пытаясь понять, как устроены. Естественно, и тогда, и сейчас я практически ничего понять не смог, но зерно сомнения дало мощный росток такой, что я проникся нигилизмом гораздо раньше, чем что-то стал понимать. Потом уже я в одной философской книге прочёл, что я заболел недугом, который называется «Нигилизм полузнаек». Ну, очевидно, я болен и сейчас этим недугом, но, так сказать, как бы то ни было, я просто рассказываю, как я стал развиваться. То есть молодой доктор начал стремительно утрачивать веру в те основы, на которых стоит современная медицина. — 840-й указ. — Не указ, а приказ. — Приказ, да. — Кто-то не уверен до сих пор. — Да, абсолютно. А потом, где-то через полгода, случилась вот эта история, о которой ты говоришь. Поскольку я работал проктологом на полставке, ко мне пришёл больной, это был очень старый китаец. Знаешь, я по этическим соображениям не буду называть его имя. — Да это и не нужно. — Ну, для достоверности, может, и нужно, но мне вдруг пришло в голову, а вдруг живые его дети, внуки, вдруг мне понравятся. — Придумай имя просто. — Дзю Сан Ли. — Ну, Дзю Сан Ли. — Да, Дзю Сан Ли — это, да? Значит, Дзю Сан Ли — это китайская медицина. Это восточная медицина. Значит, иглоукалывание. Дзю Сан Ли. Вот. Значит, пусть будет Дзю Сан Ли. И вот этот Дзю Сан Ли, маленький, сухой, старенький, за 70 ему было, жёлтенький, пришёл и сказал, вы практолог? — Да. А жил он как раз в одном из бараков в этом районе со своей немногочисленной семьёй, потому что он был потомок ссыльного. И там была какая-то сложная история. То ли ссыльный пытался вернуться потом в Москву, не доехал и умер в Екатеринбурге, и дети остались там, да? То ли что-то такое. Короче, он остался в этом бараке. Значит, ему было за 70 лет, он уже нигде не работал, он был глухой пенсионер, очень плохо выглядел. Вот. И он, значит, заходит и говорит, вы знаете, у меня парапроктит тяжёлый, сам я себя вылечить уже не могу. Я говорю, вы доктор? Он говорит, нет, я специалист по восточной медицине. Я говорю, это что такое? Это 78-й год, тогда только начиналась в Советском Союзе иглотерапия. Он и стал говорить, что вот это иглы и прижигание, да? Мы действуем иголками на определённые точки, прижигаем определённые точки. Вот я специалист по восточной медицине. Я ему говорю, почему же вы не можете сами себе вылечить парапроктит? Он говорит, а значит, у меня уже нет чей. Я говорю, чего у вас нет? Понимаешь, да? И вот с этого всё началось. То есть парапроктит, конечно, я ему не вылечил. Его и сейчас-то, наверное. Потому что у тебя тоже не было чей. Да я говорю, у меня не только чей, у меня вообще и мочи. Значит, парапроктит, конечно, я ему не вылечил, но что-то мы с ним вместе там придумывали. Немножко состояние его улучшилось. Он ко мне проникся, как всякий человек, которому надо рассказать то, что он хочет рассказать и некому рассказать. То есть детей у него не было? Нет, у него были дети, но дети, насколько я понимаю, не хотели слушать все эти рассказы о восточной медицине, а хотели быть советскими людьми. То есть его ребёнка звали Нисуджок? Я не помню. Короче говоря, некому было рассказать. А он говорит, я скоро умру. Он стал мне рассказывать, что вот начинается в Советском Союзе китайская медицина. И с самого начала хочу вам сказать, что это не китайская медицина. Что людей учат, значит, врачей учат утыкать больных иглами, а на самом деле всё это делать нельзя. Стал мне рассказывать, что хороший иглорефлексотерапевт никогда не поднимется выше колен и локтей, а гениальный обойдётся одной иглой. И когда он видит, как вот там, значит, превращают больных в ежа, он приходит в ужас, потому что это наносит страшный вред, а пользы никакой и так далее. И он стал мне рассказывать о меридианах, о том, что такое и чьи. И я вдруг в его рассказах стал улавливать поразительную взаимосвязь между постулатами квантовой физики и постулатами восточной медицины и философии. Я просто ему говорю, Дзусан Ли, значит, а, так сказать, не является ли вся квантовая физика пересказом на современный лад восточной медицины? Он говорит, да, безусловно, квантовая физика говорит то же самое, что говорили конфуцы и другие даосы, просто говорит это другим языком и привлекает ещё для этого математические значки. А на самом деле всё это совершенно не нужно. И тут уже придётся, видимо, рассказать в двух словах, о чём идёт речь. Речь идёт о том, что, как известно, квантовая физика учит, что всё сущее, весь мир, состоит на самом деле из элементарных частиц. Причём там происходит такая интересная вещь. Скажем, молекулу мы ещё увидеть можем. А вот атомы, из которых состоят молекулы, и элементарные частицы, из которых состоят ядра атомов. Можем предполагать. Мы их уже увидеть не можем. И не потому, что у нас нет сильных микроскопов, а потому, что элементарные частицы, протоны, электроны, нейтроны и так далее, не являются мельчайшими частицами вещества. Они являются иным видом материи, которая представлена, ну, скажем так, длиной волны, полем, какими-то частотными колебаниями каких-то электромагнитных полей. Но не частицами вещества. И происходит волшебный скачок. То есть, вот, стоит атомам сойтись, в кавычках, поближе друг к другу, как образуется молекула, уже вещество. А стоит атомам разойтись, и вещество из нашего поля зрения испаряется. Мы не видим вещество. Мы на месте вещества видим, в лучшем случае, некий спектр колебаний или длину волны. Понимаешь, да? Вот возникает... Да. Никто же в этом не задумывается, что Бог гнездится в зазоре между молекулой и атомами, из которых эта молекула состоит. Понимаешь, да? Потому что молекула – это вещество, а атомы уже не вещество. Предлагаю выпить за атомы. Предлагаю выпить за, да. Не путать с атомами. Будем здоровы. Зеленый чай, рекомендую. И вот, короче, он мне стал давать какие-то слепые, напечатанные на машинке, трактат «Желтого императора». То есть плохо перебить... Вообще, что значит плохо? Вообще, китайские книги перевести на русский язык невозможно. Не на один язык невозможно. Ну, я не знаю, но на русский... Ну, смотри, вот даже вот слово, предположим, в улунский чайник, как не могут присоедать. Где-то это улун, где-то улун. Совершенно верно. Совершенно верно. Это, помнишь, в «Гамлете» замечательный этот эпизод, что, значит, Клавдий говорит, по-моему, или кто-то говорит, что, значит, сошел с ума на почве. Гамлет перебивает его и говорит, на какой почве? Он говорит, ну, на какой? На нашей, на датской. Понимаешь? То есть даже почва, вот такие слова, да? Где слой земли и где причина? То есть вот эти вот слова, имеющие два смысла, три смысла, да? А китайский язык страшно сложен тем, что он очень образен. Ну, я бы сейчас сказал, что советских языков много, потому что там огромное количество диалектов. Ну вот, и перевести их на русский, ну, нельзя. То есть то, что на китайском языке звучит большой прыжок полосатого желтого тигра, на русском языке звучит бессмыслицей. На самом деле китаец не имеет в виду ни тигра, ни прыжок, ни большой. Он просто изъясняется метафорами. А нам это понять невозможно. У нас совершенно другой менталитет. Так вот, трагедия в том, что вот этот трактат «Желтого императора» и все другие китайские книги перевести на русский язык адекватно невозможно. Это знание потаённое. Оно свойственно только тем народам, которым оно спустилось в виде вот этого метафорического языка. Ну, почему? Можно прожить определённое время в той стране и уже влиться, скажем так, в культуру? Возможно. В мультикультуру. Не знаю, может быть. Но это, согласись, по крайней мере, это страшно тяжёлый процесс. Он связан со внутренней ломкой. С желанием. Окей, пусть так. Но я думаю, что единицы способны на это. Это уж никак не массовые... Ну, ты знаешь, вообще, даже в том же самом Китае тоже единицы способны на нормальные... Изучают почти все. Да. Но реальность... Да, я согласен. Согласен. Даже они. Согласен. Тем более. Короче говоря, он стал мне давать эти книжки наряду со своими рассказами. Стал немного рисовать. Я дурак, всё это потерял. Естественно, все эти бумажки с своими переездами, со всеми комитетскими историями и прочей ерундой. Я всё это потерял, к сожалению. А сейчас бы это был бесценный материал. Потому что всё, что он говорил, никак совершенно не встраивается в те книги по иглорефлексотерапии, которые продаются в виде учебников. В наших российских магазинах медицинской книги. Это просто две разных абсолютно вещи. Вот эта иглорефлексотерапия, которую делают здесь, никакого отношения к восточной медицине и философии не имеет. Вообще, это жуткий суррогат. Дикое извращение. Короче говоря, наряду с рассказами и рисунками он стал давать мне эти книжки. И чем больше он мне рассказывал, и чем больше я читал, тем больше я ещё раз убеждался, что квантовая физика – это пересказ восточной философии, но другим европейским современным языком с привлечением математической формы. И я стал думать, хорошо, так что же мы лечим? На чём стоит наша медицина? Вот мы даём человеку таблетку. Что происходит? Значит, если на самом деле тело человека – это не человек, а всего лишь одна из оболочек человека, а на самом деле человек состоит, как и любой другой элемент Вселенной, из некой совокупности элементарных частиц, то что же мы тогда делаем? Причём тут левомицетин и фталозол? Он повёл меня тихонько, шаг за шагом по этой дороге. Он говорит, смотрите, тело человека всего лишь оболочка. На самом деле человек, как и любой другой элемент Вселенной, состоит из совокупности элементарных частиц. Они не являются мельчайшими частицами вещества. Они являются неким, как он говорил, полевым сгустком. Что такое элементарная частица? Никто не знает. Одни говорят, что это длина волны. Другие говорят, что это набор частотных резонансных колебаний. Те исследователи физики, которые имеют дело с электронами, они видят, что электрон ведёт себя, как частица вещества, если ты хочешь, чтобы она так себя вела. А если ты ищешь не частицу вещества, а длину волны, то электрон ведёт себя, как длина волны. И Нильс Борн на этом построил свою копенгагенскую теорию, о том, что исследователь ищет только то, что он хочет найти. И к истине это имеет весьма приблизительное отношение. И два физика в одной лаборатории, на одном и том же оборудовании, ставя одни и те же эксперименты, всегда получат разный результат. Просто разница в результатах мизерна. И мы пренебрегаем ею для нашего удобства. Но она мизерна в нашем мире. В мире материальном, в мире вещества. А в масштабах микромира, о которых мы сейчас говорим, эта разница колоссальна. Понимаешь, да? То есть он стал говорить, что вот, что такое электрон? Электрон и есть Чи. Что такое Чи? Это некая энергия. А что такое энергия? Это потенциальная способность чего-то к изменению. Вот мир обладает энергией ровно настолько, насколько он, мир, способен изменяться. Если он не способен изменяться, его энергия равна нулю. Как только есть способность изменяться, появляется некий уровень энергии. Но у этих изменений есть скорость, сказал мне Цзус Анли. То есть мир может изменяться с разной скоростью. И это уже зависит не от того, каким количеством энергии обладает мир. А это зависит от того, насколько эта энергия умна. Я помню, спрашиваю, как эта энергия умна? Он говорит, во всякой энергии живет потенция к преобразованию. Вы называете это информацией. Понимаешь, как это все сложно, да? И он мне сказал, что человек, по сути, вот он даже мне нарисовал эту колбасу, человек, по сути, это колбаса в разрезе. Самый верхний слой – это тело. И самый отдаленный слой. То есть, так сказать, слой, который имеет самое отдаленное отношение к истине. Более приближенный к истине слой – это энергия. То есть, вот это вот мир элементарных частиц. То на самом деле, из чего мы состоим. А над этим слоем, в кавычках, есть еще информация. То есть, это иерархически самый важный слой. По сути, это и есть Бог. То есть, волевая потенция энергетического начала, к метаморфозе. Причем, не хаотичная потенция, а потенция упорядоченная. То есть, как бы энергия, желающая измениться, знает, в какую сторону она желает измениться. Ну, по сути, это все в основе лежит почти все трелигии. Ну, совершенно верно. И он смотрит на меня и говорит, что же вы лечите, когда вы делаете операцию, ставите клизму, или когда вы даете человеку таблетку. Почти всегда лечат следствие. То есть, вы, говорит он, ни в коем случае не имеете дело с причиной недуга. Вы всегда имеете дело с его отдаленными последствиями. Вот я про это Фидея говорю. Совершенно верно. Основы, которые они лечат, всегда именно последствия не понимают. Потому что лечат орган, который, может, не является больным. Или он, понимаешь, так, вот, кстати, это очень важно, что такое болезнь? Та энергия, из которой состоит этот орган, то есть энергия уплотняется, да, дает вещество. И вот, значит, вы видите перед собой орган. Энергия в себе обнаружила интенцию к метаморфозе. И стало быть, орган, из которого эта энергия состоит, тоже проявляет интенцию к метаморфозе. А вы называете это болезнью. И начинаете это лечить. А надо вообще вмешиваться в этот процесс? Говорит он, глядя на меня, как сейчас помню. Я говорю, ну что же вы предлагаете? Никого не лечить, пусть люди умирают. Он говорит, смерти нет. Электрон не может умереть. Энергия умереть не может. Она может просто перейти в другую форму. Но эта форма многим не нравится. Совершенно верно. Он говорит, по сути вы, и вот дальше ты совершенно прав, слушай, что он говорит. По сути вы живете, подчиняясь похотям и прихотям, и желая весь мир представить таким, каким вы хотите его видеть. А какой мир является на самом деле, мы никогда не узнаем по двум причинам. Во-первых, нам информацию поставляют наши органы чувств, которые лгут. Во-вторых, наши приборы построены на наших органах чувств. Мы же создали эти приборы. Все верно. И приборы тоже лгут. Просто величина лжи прибора меньше, чем величина лжи глаза или уха. Нет, ну это стандартная формула. Стандартная формула. Потому что мы не можем увидеть какую-то лошадь, кот или ухо. Но совершенно верно. Да. Сейчас нахожусь в очень тяжелом положении, потому что вынужден в короткий срок. А зачем? У нас не последний раз. Нет, я понимаю. Просто мы-то с ним встречались два с половиной года, пока он не умер от цирроза печени. Бухал много. Нет. Гневался. Да, тоже плохо. То есть воздействовал на свою печенку желчью, желчью ароматуру через меру. Короче говоря, и он мне стал говорить, вот, значит, стало быть, человека, говорит он, в конечном итоге, как любой другой элемент Вселенной, можно представить, как некий сгусток энергии. С чем я полностью согласен. Да, обладающий внутренней мудростью, то есть знающий свой путь. Дао. И вмешиваться в этот процесс надо чрезвычайно осторожно, и уж никак не таблетками и не скальпелями, а только энергией же. Ты знаешь, можно и таблетками и скальпелями, но это должно быть очень индивидуально. Ну, конечно, можно. Я тебе говорю, что он говорил. Да, да, да. Причем он говорил, вот что такое игла? Он говорил, игла это антенна. Вот вы хотите вмешаться в процесс, по вашему мнению, метаморфоза данной энергии протекает слишком грубо, или слишком медленно, или слишком вяло. Во-первых, вы можете ошибаться, говорит он. Ну, допустим, вот больной жалуется, вы хотите ему помочь, да? Вы должны ввести, вы должны определить причинное место, где на теле проецируется тот канал, по которому, по вашему мнению, энергия течет медленно, слишком быстро, или вообще не течет, да? Вы должны, во-первых, найти точку одну, Андрюша, одну, ввести в эту точку иглу из определенного материала. Вы все пользуетесь иглами, он не сказал, одного и того же, да? А должны быть иглы золотые, серебряные, деревянные, костяные, каменные, и камни должны быть разные. Ввести иглу определенного материала на определенное время, Андрюша, с определенной силой под определенным углом. Потому что, если вы ошибетесь хотя бы в одном своем деянии, эта антенна уловит не то энергетическое начало Вселенной, и вы принесете больному вред. И вот на этой чуши вы построили тот прибор, которым ты занимался, да? Нет, ну почему тот прибор? Прибор-то это физиотерапия. Это просто доказанное медициной благотворное влияние определенных физических факторов. Известно, что инфракрасный фактор способствует расширению капилляров в определенном своем спектре, что магнитное поле способствует определенной коррекции обмена веществ. Это здесь не об этом речь. Я сейчас не о физиотерапии говорю, этому вообще надо посвятить отдельное... Как мне посвятим? Да. Значит, так вот, он говорит, вот как надо было бы лечить. И слово лечить тут неуместно. Он говорит, надо не лечить, а гармонизировать энергетическое начало. Хорошо, я ему говорю, а как же тогда определить болезнь? Он говорит, вот смотрите, замечательный вопрос. Значит, то, что происходит в теле, это не болезнь, это уже смерть. То есть, если вы обратились к врачу с телесным симптомом, вы глубоко запустили время начала своего заболевания. Вы пришли не с причиной болезни, а с глубоким, отдаленным последствиями. Вы должны были бы поймать свой недуг на энергетическом уровне, а лучше бы на информационном. Я молодой доктор смотрю на него и говорю, как можно поймать недуг на энергетическом уровне? Он говорит, всякий телесный недуг имеет своим первичным проявлением стойкое изменение характера. И это энергетический уровень. Например, он говорит, желчнокаменной болезни предшествует длительная зависть и скупость. Циррозу печени – длительный гнев. Поражению почек, костей, иммунной системы и волос предшествует длительный страх. Ну я тут поспорил, это слишком прямолинейно. Ну, Андрюш, об этом можно спорить сколько угодно. И мы тут не за этим. Я еще раз хочу сказать, я рассказываю трагедию, личностную мою трагедию. Как вот я из обычного доктора… Стал сумасшедшим. Стал безумным доктором. Это записки сумасшедшего. Совершенно верно. Надо переименовать в записки сумасшедшего. Записьки, да. Записьки, да. То есть, конечно, можно с этим спорить. Я просто рассказываю, что со мной в жизни произошло. Короче говоря, да, но это энергетический уровень, стойкое изменение характера. А ловить болезнь, он мне говорит, надо на уровне эмоций. Вас должно насторожить, если вы в обозримом временном промежутке начинаете испытывать одну и ту же эмоцию. Вот если вы испытали страх, однократный и запредельно сильный, или испытываете страх долгое время. Не запредельно сильный, но долгое время. Он тут же мне, кстати, привел поразительное правило. Длительное страдание не сильно, а сильное страдание не длительно. Ну, это опять же. Да, но опять же да. Вот. Значит, если вы боитесь, вы рискуете, как я уже сказал, получить заболевание ушей, волосяных, значит, покров. Если вы включите его, мы будем только благодарны вам. Мы уже просили молодого человека, он нас проигнорировал три раза. Хорошо, хоть не принял ты это. Да, значит, а меня проигнорировал больно. Больно? Да. Не натер? На чем? Да. Растет и втер. Это бывает. Это бывает. На чем? Так вот, если страх. Мы рискуем получить заболевание, то есть мы рискуем получить энергетическое поражение меридиана почек, так называемого, которое отвечает за снабжение энергии очень многих органов. Уши, волосяной покров головы, кости, суставы, почки, значит, урогенитальная сфера, да, значит, иммунная система. Если гнев, это прежде всего печень, это глаза, ну, это во всех книгах, это, так сказать, и так далее. То есть ловить надо, если вы испытали стойкую негативную эмоцию, вы уже заболели, сказал мне Дзусан Ли. И не надо дожидаться, когда у вас заболит зуб или ухо, или возникнет язва, или пойдут прыщи по телу, или начнется рвота, или кровотечение. Идти к врачу надо вот с этим. Какому врачу, сказал я? Это 78-й год. То есть идти с такими вещами тогда можно было только в районный психоневрологический диспансер, где с тобой вы сделали что? Да, вылечили вы. Вот. Поэтому он говорит, вот, он говорит, вот трагедия. На самом деле первым врачом человека должен быть мудрый иглотерапевт. Мудрый, он говорит, я подчеркиваю, не эти, которых выучили превращать больных в ежа, и которые гоняются за симптомами по телу, да? Что у вас болит? Зуб. Сюда поставим иглу. А еще что болит? А еще вчера я чихнул. Сюда поставим иглу. А еще вчера головная упаковка. Понимаешь? 25 игл, и больной под простыней лежит, как еж мается вообще. Вот. А в каких случаях в анальные отверстия иглу ставят интересную? В анальные отверстия вводят, во-первых, иглы в упаковки. Да. Сразу, для удобства. Понимаешь? И ждут, когда упаковка там раскроется. А куда вставится, это иглы уже сами решат. Понятно. Я же тебе сказал, человек – это мудрая энергия. Да. Вот. Понимаешь? И вот мне, молодому врачу, представь себе, все это начинает втюхивать человек, и все эти слова падают на вот эту благодатную почву глубочайшего разочарования. Ну, не может, молодой парень, механический клистир и аспирин, как у швейка, помнишь? Да? Ну, не может человек заворачивать всех в мокрую простыню и ставить клистир и аспирин. Ну, абсурд это. А это надо делать, потому что приказы Минздрава таковы. И вот с этого начался мой безумный путь изучения огромного количества книжек по философии, по квантовой физике, по восточной медицине. И отсюда я вышел на физиотерапию, кстати говоря, потому что я понял, что неким компромиссом является корректная физиотерапия, да? И отсюда же является мое стремление пойти потом на психфак, потому что я понял, что человек, вооруженный знаниями психотерапевта, и человек, вооруженный навыками физиотерапевта, в принципе, может очень сильно помочь больным. Ну, и, естественно, правило остается простым. Чем на более ранней стадии схвачен недуг, тем больше я могу ему помочь, этому человеку, да? А если приходит с запущенными, я могу только облегчить его состояние. Вот в этом заключалось твое дао. Сложить, как говорится, два этих направления, чтобы хоть отдаленно приблиться к тому, чему, в принципе, в 10-летнем, даже 7-летнем возрасте учат в Китае. Совершенно верно, совершенно верно, понимаешь? Я все мучаюсь, вот я как бы понимаю, что об этом надо писать книгу на самом деле, но я прекрасно понимаю, что это никому не нужно. Завязывая писать стихи, начинаю писать медицинские книги. Если бы это было возможно, путем такой волевой интенции, все, стихи больше не пишу. Надо иммигрировать в Китай. Да, вот уж куда мне надо. Мало того, как же там, подожди, мало того, что ты еврей, ты еще и негр. Короче говоря, дальше уже по жизни я пошел. Вот, к сожалению, он умер, этот Зусан Ли, и свою смерть он сам предсказал. Он сказал, я умру от поражения печени, потому что я очень гневлив, сказал он мне. У него с глазами было плохо, в общем, все по книжке. Значит, и я пошел по жизни дальше, вот набираясь этих, так сказать, знаний и навыков, да? И до сих пор вот я смотрю на окружающий мир, на самого себя. Вот ты часто спрашиваешь меня, откуда у меня такой скепсис. Понимаешь? Ну, невозможно, когда ты знаешь, твердо знаешь, что окружающий тебя мир вовсе не таков, каким ты его видишь. Когда ты смотришь на себя в зеркало и не можешь сказать «это я». Понимаешь? Очень трудно жить на свете в каком-то смысле. Вообще вот во многом знаний много, так сказать, да, печали? Во многих знания многое печали. Поэтому я не стал обычным врачом, я не смог работать в нормальной поликлинике, в обычной больнице. Но потому что приказы Минздрава Российской Федерации и все каноны, которые мучат в медицинских институтах, грубо отталкивают человека от истинного положения вещей. Мы приближаемся к удобству жизни. То есть удобно, понимаешь, таблетки раздавать людям. Нет, ну человек вообще живет шаблонами. Мы об этом очень много говорили. Человек воспринимает любую, как постулат, как аксиомус, про все что угодно. Ну совершенно верно. Понимаешь, причем все это так проникнуто стало таким гнусным коммерческим духом, когда тебе не столько хотят помочь, сколько хотят заработать на тебе деньги, пробуждая в тебе бешеный страх по отношению к определенным вещам. Естественно, человек начинает испытывать какой-то недуг, у него есть уже стереотип, что надо пить. Болит сердце, пей нетрогенстеринтом или болидол, который не помогает. Вот простыл, значит тераплютом или аспиринтом или еще что-то такое. Да нет, я с тобой не соглашусь. Помогает, Андрюша, помогает. Потому что это плацебо. Нет, это не плацебо. Эти лекарства снимают телесные симптомы. Ну да, так они снимают симптомы. Да, но отдаленные и снимают и на время. И это не причина. Значит, начать этого человека поить чаем с медом, он тоже снимется, он будет в это верить. Ну, окей, пусть. Я о другом хочу говорить. Я хочу говорить о том, что я в школах бы, в детском саду, я бы начинал учить людей, а зам мироустройства. Мы не в Китае живем, это там учат. Я не в Китае, я не знаю. Но на самом деле, знаешь, то, что мы формируем из людей балбесов и балванов. Вот ты знаешь, что я понял? Смотри, нас человек интересует только как потребитель. Нет, ты знаешь, Юра, опять же, в этом плане в России еще не самых больших балбесов формируют. Я согласен. На Западе хуже еще в этом. Да, я знаю. Я сейчас не делю Россию, Запад, я... Европейцы в свою часть. Да, я вообще говорю, что вот в иудо-христианской цивилизации нашей, да, сформировалось ужасное отношение к человеку как к потребителю. Ты интересен ровно постольку, поскольку ты можешь и должен за максимально короткий срок приобрести максимальное количество услуг и товаров. Материальный благ. Ты понимаешь? Больше ты не интересуешь никак никого. Никто не учит тебя, что на самом деле нет никакого голубого цвета. Что твердое и кислое – это не физические константы, а категории, присвоенные нами вещам для удобства, а не по анализу истинной их сути. Понимаешь? Никто не учит тебя, из чего ты состоишь. Никто не учит тебя тому, что мир на самом деле... Где же я прочел? По-моему, даже я у Шрёдингера прочел, у него есть книжка «Мой взгляд на мир». Он пишет, на самом деле очевидно, в мире нет ничего, кроме поляризованного вакуума, взаимодействующего с определенными зарядами. Ну, это иностранным службам для широких масс. Проще сказать по-другому, даже на фоне того, что мы видим. В мире не существует света, кроме белого и его, как говорится, степени освещенности. Ну, пусть так. Хотя и это тоже вторично. То есть, понимаешь, ведь... Значит, могут меня спросить, для чего людям всё это рассказывать, да, всю эту дикую, так сказать, сложную вещь. А для того рассказывать, чтобы люди не вешались и не стрелялись от горя. Потому что, если ты знаешь, что на самом деле всё есть взаимодействие неких полей, то что такое твоё горе? Ничего. Это та окраска, которую ты присвоил самовольно некоему событию, которого на самом деле вообще нет. Знаешь, как это важно? Вот огромные массы людей выходят на улицы с флагами, вешаются, стреляются, курят, пьют, колются, давятся, бросаются с каких-то там окон, не понимая, что та эмоция, под влиянием которой они это делают, есть самая настоящая ложь. Это ничто. Это всё проекции. Потому что я всегда говорю, предположим, пример, чьё горе больше – маленького ребёнка, потерявшего куклу, или женщины, потерявшего мужа? Да никакого горя на свете нет. В том-то вот всё и счастья никакого на свете нет. Есть присвояемые нами категории. Мы их присваиваем для удобства жизни. Мы решили, мы договорились, что надо переходить улицу на зелёный свет светофора. Но на самом-то деле надо понимать, что ни зелёного нет, ни светофора нет, ни улицы нет. Это условность, понимаешь, условность. Матрица. Да, Матрица, понимаешь, вот первая серия этой трилогии была замечательная. Потом началась всякая ерунда, там, сезамы, революции какие-то там, дурь это голливудская. Но вот первая серия была просто замечательная. Там было очень много мудрых философских мыслей, понимаешь? Да, я многие расходы цитирую. Да, да. Потому что вот на самом деле смотри, сколько войн на свете, сколько горя, да? Люди переживают от того, что они нищие. Другие, у которых огромное количество денег трясутся, как бы эти деньги у них не отняли. Дети воюют с родителями, мужья уходят от жён. На самом деле всё это происходит потому, что люди не понимают, что перед ними майя, призрак, фантом, иллюзия. Да, но это их жизнь, им так нравится жить. Нет, им не нравится так жить, Андрюша. Они просто неграмотные. Их в своё время не приучили читать хорошие книги. Хорошо. Представим, они грамотные. Как тогда они должны жить? То есть, ну вот, то, что ты уже привел постулату определенную, по которому сейчас люди живут неправильно. Как правильно? Андрюш, я тебя уверяю, что всё зависит от того, как ты смотришь на вещи. Если от тебя ушла жена, но на самом деле ты знаешь, что никакой жены нет, и никто от тебя не ушёл. Ты хрен с ней. Да не то, что хрен с ней, но ты, по крайней мере, легче это перенесёшь. Причём это не какая-то сказка, это правда. Вот человек, который изучил основы квантовой физики, и вот первые даже, самые поверхностные основы восточной вот этой философии, да, человек, который понял, что индейцы, вот эти латиноамериканские индейцы, майя, инки, да, когда они говорили, что весь мир – это майя, призрак, да, когда ты поймёшь, что они были правы, ведь этим знанием десятки, а может, и сотни тысяч лет, они просто утрачены были, эти знания, то тебе гораздо легче это пережить. Ты готов это на себя примерить? Так я так и живу, Андрюша, я тебя уверяю, что я давно бы повесился, если бы я не знал, что всё, что происходит со мной – это картина Репина маслом «Бурлаки на Новой Волге», ты понимаешь? Юра, это насрать, как я властно говорю, насрать на Дунгерат и всё остальное. Зачем эти крайности, Андрей? Не насрать, какая власть на дворе, а понимать, что это не власть, что всё это временный мираж. Естественно. Понимаешь? Дело в том, что существуют две крайности. Первая крайность – это обожание власти, а вторая крайность – это война с ней. Вот Махатма Ганди, замечательный, помнишь, да, как они свергли английское владычество? Ты помнишь, что он сделал? Непротивление. Они просто сели и сказали, мы не будем ничего делать, мы не будем работать, мы не будем с вами воевать, мы не будем убивать англичан, все эти восстания сипаев, всё это полная ерунда, да? Мы просто отказываемся повиноваться этому государству. И они просто сели, понимаешь, сотни тысяч людей, просто положили свои мотыги и просто отказались работать. Другое дело, что англичан хватило ума, они были культурные всё-таки люди, всё-таки, у них хватило ума не резать их всех до конца, а сказать, ну они не хотят, ё-моё, ну что теперь, ну не заставим же моих, и уйти. Ну, то есть тут не пройдёт. Да я знаю, что не пройдёт, я же не призываю никого ни к чему, я просто передаю свои мысли. Вот я на своём маленьком поле бытия, когда на меня наваливается огромная радость, скажем, или когда на меня наваливается огромное горе, я утешаю себя достаточно быстро. Я беру книжку Эрвина Шрёдингера «Мой взгляд на мир». Я беру книжку Мираба Мамрадашвили «Основы философии». Я беру книжку Даниила Андреева «Роза мира». Я беру книжку Доронина «Квантовая магия». И просто начинаю читать. Я тебе уверяю, что через 15 минут я испытываю огромное облегчение, потому что разные люди, незнакомые друг с другом, Андрюша, говорят одно и то же. Успокойся, говорят они, нет ничего, кроме поляризованного вакуума, в котором взаимодействуют заряды. Ну, а кто-то берёт Коран и читает «нет Бога, кроме Аллаха» и тоже успокаивается. Да ради Бога! Я же не заставляю никого читать именно Шрёдингера. Мне главное, чтобы человек успокоился, чтобы он понял, что то, что происходит с ним, никакого отношения к так называемой действительности не имеет. Есть замечательная фраза «не помню чья». «На самом деле всё совсем не так, как в действительности». По-моему, это «Оскаруайль». Это «Матрица» вообще. Может быть «Матрица», но по-моему, это «Скалоскаруайль». Все не так и кажется. Так вот, на самом… Нет, не кажется. Я понял. Ты понял? Я проецирую. Ты пойми, на самом деле всё обстоит совсем не так, как в действительности. Это же потрясающая фраза. И я просто… Ведь у меня же… Ну, кто-то, может быть, посмеётся над моей судьбой, но ведь у меня были тяжёлые времена, понимаешь? Эти все мои семьи разрушены, и весь этот комитетский долбанный морок, который длился с 1971 по 1986 год. И как это всё было бы пережить, если бы… Короче, я точно знаю, что этот Цзу Сан Ли, условный этот китаец, он просто пришёл ко мне, чтобы меня спасти. И спас он меня очень просто. Он мне сказал, «Парень, всё, что происходит с тобою, не имеет никакого отношения к тебе, потому что тебя нет. Есть некий сгусток, в кавычках, энергии, обладающий внутренней интенцией к саморазвитию и наделённый мудростью направления этого развития, его скорости, его объёма». И вот это мне спасло жизнь, на самом деле. Я просто очень хочу, чтобы на основе моего сумбурного и смешного рассказа люди просто задумались над этим, хотя бы на минуту. А пока они думают на минуту, мы выпьем чай и поставим многоточие, ибо хватит на сегодня. Хватит на сегодня, да. Спасибо большое. Я, кстати, прошу у всех прощения, что… Я знаю, что мой рассказ сумбурен и нелеп, но тем не менее я очень хотел это рассказать. Будьте все здоровы и счастливы. И всем пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok